привет всем друзья вы на канале замуж в индию пришла забирать артура нашего третьеклассника у них сегодня первый день звонок был я думала щас ко мне прибежит нет видите еще линейка это они вообще специально собрались после занятий для того чтобы поздравить одноклассника артур кинова с днем рождения но они всех поздравляют здесь так в принципе принято круто она артур кин день рождения тоже его поздравляли артур ты не узнаешь все спасибо сынок артур это вайба угостил с днем рождения конфетами ну как вообще в принципе как первый день прошел ну что расскажи что было интересного хорошо покрутись чуть-чуть форму я хочу показать видите сидит отлично форма сидит отлично хотела показать тебя во всей красе а ты уже снял ремень вы видите у них правила строгие в школе и каждый раз перед началом занятий дежурный проверяет чтобы дети были подстрижены чтобы был галстук чтобы был ремень чтобы цвет обуви соответствовал стандартам школы и если нет если что-то не так то что говорит этот мальчик обычно это десятиклассники там или девятиклассники они говорят завтра перенеси это а просто предупреждают да чтоб завтра такого уже не было и чтоб чистое было всегда проверяют чтобы никаких пятен не было там на рубашке поэтому рубашку нужно каждый день обязательно стирать брюки еще можно рукой мокрой как-то стряхнуть а вот рубашку нет мисс еще проверяет рубашку что чистое что не чистое мисс да хоть не смотрят и там зубы почистил не почистил не проверяет а что нет ну слава богу хоть не до такой степени все строго в мои времена такого не было у нас был свободный стиль форме я ходила только в первом классе первом классе отходила 6 лет а потом мы из этой формы сделали юбку чтобы не выбрасывать красивое новое и юбку я уже там носила под какие-то свитера блузки я уже камеру выключила артур так удивился так заинтересовался крит мама мама расскажи поподробнее как это так без формы что здесь в индии все абсолютно любые частные школы государственные школы везде дети в специальной униформе юно месяца апреля в старом парке тает снег и веселые качели начинают свой разбег а забыто все на свете сердце замер в груди только небо только ветер только радость впереди молодец умничка сынок молодец хорошо немножечко еще отрепетировать и будет вообще круче чем электроник это же ты так классе начнешь петь о о о о о все прибегутся сбегутся посмотреть кто же это так звонко поешь вот видите все детишки идут сегодня пешком потому что рикши временно отменили но вроде бы как артур вроде бы как будут рикши опять в скором времени видите здесь мальчишки по дороге решили манго насобирать сбивают сейчас мы тоже попробуем но надо аккуратно то чтобы на голову не упала зеленые еще манго но они и зеленые в принципе вкусные если солью посыпать а тем более вот когда ты так сам добыл то тогда вдвойне вкуснее я в детстве обожала деревья зеленые эти абрикосы ой где ж ты детство мое золотое what do you do with this green mango how you will eat just put solar мерч и павдер окей купили подарок для вайбау когда был день рождения дети в основном приходили с такими подарками которые пригодятся в дальнейшем в учебе ну и мы решили тоже не отставать краски фломастеры альбом для рисования такой полезный подарок а мне вот это да какие здесь картины интересные идем к маме арчи ты чтобы она мне пришила рукава к платью ищем ее новое жилье но они снимают жилье раньше они снимали в наверху можно сказать возле нас а сейчас новое не можем найти парам звонит ее мужу вроде нашел нашел так 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 я думаю подумали что неужели мальчик такой молодой а уже инженерием ремонтирует телевизор на нет сказали что он просто просто смотрит что там внутри так привет пусть длинные будут рукава можно их сделать короче но пусть будут длинные уже разрешила с рукавами путь пусть будут до локтей может она сейчас прямо с его майк нау да то есть мы еще может быть сейчас посидим и заберем это что а я думала это аквариума это шкафчик но намного больше чем раньше было у них совсем малюсенькая комнатушка темная даже туалета у них не было они ходили в общий туалет в общественной а сейчас очень даже неплохо и видите здесь еще балкончик но ты я показала что там можно поиграться неплохо очень даже неплохо спокойное такое место я ворчи ты спросила you don't know this job нет говорит не знаю не умеешь шить хотя ей уже 13 лет уже в принципе можно было мне кажется у нас в этом возрасте до 100 процентов у нас были труды и мы на трудах шили какие-то простые вещи там юбочки даже я потом носила то что пошила а тут мама родная швея шьет в основном заказывают для саре блузки верхняя часть женщины заказывают ну и так видите тоже вот рукава пришить я думаю тоже часто многие обращаются вот небольшая подработка а муж у нее работает в парикмахерской действительно холодная вода индийцы хранят воду таких вот кувшинах и водичка охлаждается холодильник не надо чудо такая же вещь а вода прохладно сам спешил как-то отличается это папа из раджастана это семья вообще из раджастана родом сюда приехали как бы на заработки и вот как-то здесь остановились уже на много лет периодически даже еле как-то витрай и файл папа из парбой с парбой подчинка детская одежда рубашки детские продают рубашки а ну а это штаны то есть и шорты и рубашки понятно вот эти где как подрабатывают кто-то приходит вот как я допустим пришла по одному вопросу и заодно вот они пытаются нас заинтересовать чтобы мы купили что-то язык одежда как настоящий продавец выкладывают выкладывает хотя мы ничего собирают не собираемся покупать но их это не волнует есть в индии продавцы такие что будут выкладывать выкладывать и потом действительно иногда бывает вот так вот сидишь равнодушно думаешь когда же уже не закончат это все показать а потом раз вдруг что-то понравится действительно и покупаешь лет я когда парикмахерскую хожу в салон внешний тоже там сидишь пока ждешь когда это все закончится что-то там в нее продаются разные браслетики разные там украшения сидишь-сидишь и потом в итоге что-то еще покупаешь уходишь не с пустыми руками может быть меня тоже местные посмотрят их заинтересуются такая вот небольшая реклама прикольно я рубашка с капюшоном да как будто бы футболка прикольно да будем знать может быть какое-то мероприятие будет школе у артура в школе иногда как придумают что-то такое какое-то мероприятие и срочно нужен дресс-код и об этом объявляют накануне естественно нам ехать в город некогда и вот на этот случай можно будет прийти сюда за покупками будем теперь знать но я сейчас примерку делаю сверху на платье поэтому не очень красиво в принципе нормально да с рукавами тут же еще будет дупата штанишки красные ну подсвет что все будет все будет классно так ну все слава богу друзья я готова к свадьбе рукавчики пришила мне мама арчит и всего за 60 рупий очень недорого получилось вот еще я уточнила по поводу жилья снимают они его за три тысячи в месяц очень дешево представьте какие есть цены где-нибудь квартиру в мумбаи снять в тысяч двадцать стоит а тут можно за три тысячи а до этого они снимали вообще за две тысячи но то конечно ну там вообще как бы жилье ужасное у них было насколько я знаете такая терпеливая ко всему но я не могу подобрать другого слова в них не было туалета им приходилось ходить в общественный туалет ставьте как это неудобно нормального не было душа в общем и сама площадь маленькая четыре человека у них мальчик есть сынок артур ты уже вручил подарок так ну я не буду не буду здесь находиться мы в артур мы подождем на улице ok видео видео вот именинник без дэй бой все не буду вам мешать друзья артур мы рядом заберем тебя через полчаса пришла забирать они все еще празднуют придется ждать видите дом какой большой трехэтажный домина но они живут небольшой квартире а эти все номера они сдают туристам я показала угощение друзья меня тоже мама вайба угостила видела что я жду вот но я не стала вовнутрь заходить хоть она и приглашала ну какие-то детские праздники думаю что детям не очень понравится если тетка будет сидеть артур и артурка тоже будет смущаться вот значит это традиционные угощения на индийский день рождения такой обычные чипсы самоса и небольшой кусочек торта и снова здрасте мои дорогие зрители здоровья потому что у нас уже следующий день и сегодня у нас день необычный сегодня у нас special day ровно 38 лет назад появился на свет вот этот вот мужчина мой муж и пивес дэй друзья сегодня у парама день рождения хотела подольше поснимать но видите парам занят даже несмотря на день рождения он сегодня работает вечером немножко отметим а сейчас артур артур пойдем пойдем заказывать папе подарок давай быстрее сынок и не говори ему пусть это будет сюрприз ты придумал какую мы надпись напишем на торте нет думай думай быстрее надо заказывать уже тут чтобы успела так папа не будем отвлекать красота но я не такой заказал этот нет не для парама кейсеньки какой я заказала вместе с артуром параму торт вы увидите чуть позже вот это уже как бы верхушка торта прикольно супер но это часть часть от торта ну все 7 часов придем забирать нет парам пошел покушать я пока вам могу рассказать чего он такой грустный я думаю многие заметили не очень он веселый как для именинника в общем парам ожидал сегодня на свой день рождения другой подарок и не торт артур что папа хотел на день рождения ты знаешь садь махал отель садь махал парам хотел да мои дорогие зрители мой муж мечтал отметить свой день рождения в самом элитном отеле города мумбаи в отеле тадь махал это что-то вроде у нас семейной шутки то есть конечно же парам мечтает об этом но в то же время он понимает что я не потяну не потяну такой подарок всяком случае сейчас вот ну а чем парама печали сейчас я вам расскажу в общем друзья у парама есть дядя офицер полиции очень традиционный такой дядя строгих правил и парам до знакомства со мной с ним очень тесно общался каждый день они созванивались виделись по возможности вот а после того как парам со мной познакомился естественно он рассказал об этом этому дяде и он сказал парам что либо я либо она то есть дядя как я сказала ранее очень традиционные против вот таких вот браков против кровосмешения если он хотел чтобы парам женился только на женщине из их касты причем из их клана то есть это тоже важно там очень много ну знаете как подкастов у них там какой-то особый клан который много-много лет назад их предки проявили себя в сражениях за независимость индии скажем так ну поэтому он соответственно ждая офицер полиции у них кстати очень много там военных очень много в полиции ли работает представителей касты парама вот ну а парам все таки выбрал меня и соответственно на протяжении долгих лет сколько там уже девять или десять я запуталась они не общались вообще не общались и парам ну я как знаете уже как психолог наблюдая за парамом чувствовала что он от этого страдает то есть он поссорился с дядей можно сказать из-за меня я вам предысторию рассказала но я думаю что многие из вас уже догадались что буквально пару дней назад этот дядя параму позвонил позвонил чтобы пригласить к себе может кто не знает парам родом из карната кир индийский штат но довольно таки далеко от нас так вот этот дядя купил дом огромный трехэтажный дом и вот у индийцев принято прежде чем заселиться нужно сделать пуджу и на эту пуджу приглашается очень много людей то есть это что-то вроде свадьбы и представьте себе даже парама он пригласил я так поняла что всю нашу семью вот но вы понимаете что мы недавно были в путешествии ездили в непал то есть изначально мы планировали сделать артуру паспорт получилось целое путешествие потратили очень много денег поэтому не не считаю что мы сейчас можем так вот взять и опять поехать в новое путешествие в общем я вижу что он ну он как бы сам стесняется но ждет ждет от меня когда я скажу давай давай поедем а я не знаю что мне сказать ну чтобы вы поступили то есть но с одной стороны знаете может быть еще это от того что у меня какая-то обида на этого дядю почему он так почему он так на протяжении стольких лет не общался с парамом из-за меня ну то есть мне не как-то и не хочется чтобы они возобновили свое общение то есть он купил дом тут может быть он просто похвастаться хочет или что то есть до этого столько лет мы ему были не нужны а тут на тебе пригласил в общем я не знаю я я пока молчу пока молчу не знаю еще думаю перевариваю как говорится информация то буквально недавно произошло поэтому я еще не приняла однозначно решение так ну что мои дорогие уже вечер и вот мы собрались скромной компании немножечко посидим послушающую дня рождения это как бы наши общие с парамом друзья вы знаете ниху бавина это папу бай муж нихи а это племянница нихи маленькая скажи хай приготовила немного угощений но так как бавин вегетарианец поэтому все вегетарианское вот я вам специально показывала на детский день рождения какие угощения что люди вообще не заморачиваются то есть даже даже не готовят а уже покупным угощают гостей вот я все-таки немножечко наготовила но немного то есть здесь ну как бы не принято прям такие вот столы накрывать главное чтобы был торт тортов у нас сегодня 2 этот торт от меня с артуром вот такой вот мы выбрали стильный лаконичный то есть четко и ясно love любовь и вот второй торт от них и ее мужа написано она это так вообще парома у нас называют здесь матеране его все называют она то что-то вроде клички парам из южной индии если вот здесь говорят бхай бхай как брат всех называют ну допустим какое-то имя там сунил бхай вот то в южной индии говорят она можно было бы сказать парам она но сейчас мы с них будем фотографироваться боевин так по скромно вот видите я приготовила плов грибной это цветная капуста приготовленная по-индийски и бутерброды с намазкой там яйца и раз чеснок майонез вот вот еще соус боевин двери тесте соус специально крису а то он суховат здесь йогурт йогурт и x только желтки yellow egg and blender очень очень вкусно но и приправы но я не знаю название просто соус приятного аппетита фейерверк парам честь тебя фейерверк на самом деле сегодня тоже какой-то праздник поэтому фейерверк музыка я поэтому так кричу и волнуюсь переживаю что меня не слышно и переживаю как гостям еда ну что друзья кульминационный момент самый важный момент в индийских днях рождения парам два желания два желания загадывает давай по традиции господи именинник угощает и так не мечтал до сих пор я еще не привыкла к этому даже родной муж и все равно я как-то не очень люблю есть с рук вот видите как и вот так надо как парам сбави нам и сейчас покупаем тоже вот так вот они на бруденшафт есть такое слово нам о подарок открой открою посмотрим о класс да это нужная вещь все хочу запечатлеть только посуду помыла все гости уже разошлись короткий день рождения без спиртного без песен застольных без танцев вот посидели чуть-чуть и разошлись а у парама еще впереди будет празднование дня рождения уже с его друзьями там компания где-то мужчин 10 и у них уже со спиртным с мясом но не сегодня слава богу завтра суббота поэтому все должны быть форме обещают приехать много туристов ты вздохнула с облегчением наконец-то можно расслабиться я целый день переживала как им понравится или не понравится то что я приготовила когда я у себя на родине готовила и звала своих подруг вообще не волновалась а здесь все таки индийскую еду сложнее готовить но уже уже хорошо уже прям прям пять с плюсом не поставили но все мои дорогие зрители спасибо вам большое за внимание до свидания до скорых новых встреч пока пока подписывайтесь на наш канал впереди вас ждет еще много всего интересного